Людмила Куцур, пенсионерка. Ее дом расположен по улице Зоологической. Рассказывает, живет здесь уже почти 60 лет. 20 из них борется со стихией. Говорит, после того, как перестали откачивать воду, ей приходится каждый год делать в доме ремонт. Ведь из-за влаги стены в доме мокрые, обои отклеиваются. По внешней стороне дома пошли трещины. Мы сейчас все тонем. В подвалах вода. Сливные ямы не работают, потому что мы не можем не обмыться ничего, потому что полно воды. Во дворе был этот раз, последний дождь, когда прошел, мы по колено были в воде. Вот это наш дом, соседский дом. Потом через дорогу еще два дома. Жители говорят, подобные проблемы с водой встречаются практически у всех людей с Зоологической улицы. Признаются, вода стоит в подвалах, затапливает огороды. Фундамент вот разрушается, потому что все это мокрое постоянно стоит. Вот в погребе тоже вода. В огороде вода стоит. Мы не можем там ничего посадить. Люди рассказывают, что воду можно откачать, вызвав частную службу. Стоит такая услуга 400 гривен. И это только одна машина. Чтобы откачать воду везде, понадобится две. Жители говорят, многим это не по карману. Люди неоднократно писали в районный и городской исполком. Рассказывают, однажды приезжала комиссия, расспрашивала обо всем и уехала. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В Куйбышевской администрации знают о проблеме. Говорят, проект по откачиванию грунтовых вод давно разработан и принят. Но денег на его осуществление в бюджете нет. Формируя комплексный план социального развития района каждый год, эту работу намечаем, обращаемся в городской исполком. Естественно, городской исполком обращается с просьбой о выделении средств из государственного бюджета в Киев. Но, тем не менее, проблема так и осталась нерешенной. Пока городские власти думают, где взять деньги, местные жители приступают к очередному косметическому ремонту дома. Чиновники обещают до конца года найти средства и решить проблему в поселке. Александр Бойко, Ингалапикова, Кирилл Иванов, Панорама.